всем привет уважаемые подписчики и зрители канала сегодня мы продолжаем наш цикл видео уроков героя меча и магии от а до я и сегодня мы с вами уже перейдем непосредственно не к настройкам игры а к самой игре давайте начнем одиночную игру с на случайной карте но часть справочной информации мы все-таки зацепим справочную информацию я что-то беру из физмига что-то беру с портала heroysportal.net что-то выведено опытным путем лично на своем опыте что-то у других ребят у кого видел так вот на экране вы видите размеры карт и сколько на сколько клеточек они будут по ширине по высоте если вы ставите при выборе карты есть такие эмблемы каждый из них обозначает какой версии игры была разработана та или иная карта сценарии карты делятся на определенные условия поражения которые вы видите на своем экране особо их объяснять я думаю не нужно также есть специальные условия победы где нужно или победить всех соперников или найти какой-то артефакт существо выкопать грааль захватить все шахты ну и так далее в общем ну и на разных сложностях вы видите что абсолютно разное количество ресурсов дается вам и компьютеру из чего вы можете сравнить где более честно где менее честно а здесь вот сколько дополнительно дается ресурсов или забирается у компьютера на 80 процентов например у компьютера золото даже меньше чем у вас в игре существует 9 раз это замок castle то есть люди оплот это эльфы башня это маги инферно это в общем-то демоны дьяволы и так далее но здесь они выступают в роли инопланетян конечно некрополис это нежить некроманты темница это подземелье скажем так аналог темных эльфов цитадель это орки болото это как раз таки болотные звери уникальная по-своему раса и в общем-то элементалисты это город с опряжение здесь есть фейки есть феникс и огненные птицы все остальные существа это магические элементали которых даже можно призывать во время игры через заклинания а не только выращивать в этом городе ну за исключением элементали разума пожалуй также есть много самых разных вариантов героев которых можно будет выбирать но я думаю по поводу тактик стратегии игры за разные замки мы с вами рассмотрим это позже а сегодня мы пройдемся по самым самым таким ключевым и базовым моментом которые должен знать каждый начинающий героющим итак будем стартовать за случайный город нам не важно что выпадет нажимаем начать игру включим перестройку на всякий случай и поехали итак стартуете вы на случайной карте вам дается один герой на старте у этого героя мы сразу же видим маловато троглодитов сразу же скажу что каждому герою на старте заходит от одного стека до трех разных существ эти существа заранее прописано от скольки до скольки их может быть и в каком стеке какой тип существ может быть вот у домокона 1 когда приходит один стек это очень плохо это говорит о том что у вас будет меньше армии на старте но в данном случае нам выбирать не приходится каждый день вы можете покупать любое количество героев пускать их по карте на разведку но имейте в виду во первых у вас снизу отображаются ресурсы и золото за этим нужно внимательно следить ресурсы вы будете тратить на разные постройки и на покупку юнитов седьмого уровня тратится помимо золота тоже какой-то ресурс это тоже нужно запомнить если вы зайдете в город хотя перед этим смотрите 8 героев это максимум который вы можете купить и отобразить их на карте больше 8 героев на карте находиться не может если вам нужно иметь больше 8 героев тогда вам каких-то героев нужно будет или увольнять удалять или прятать внутри городов тогда они не будут занимать вот здесь вот эти вот слоты заходите в город у каждого города окно города будет совершенно разное и мы с вами эти окна рассмотрим у вас есть во первых таверна если вы на нее нажмете то увидите что здесь уже есть два героя слева в первом слоте всегда приходит изначально родной для вашего замка герой если вы правой кнопочкой кликните то увидите какие есть навыки у этого героя какие статы сколько армии он у себя принес вот видите он пришел с тремя стеками как хороший такой герой не то что наш стартовый да здесь приходит случайный герой в правом слоте в таверне каждый герой стоит на покупку 2 500 золота так что это тоже на самом то деле не дешевая затея и кстати вот алкин который пришел тоже имеет довольно хорошие статы хорошие навыки в виде доспехов и оружия и два стека юнитов принес но при этом юниты не родные для вас это к болотному замку относится также имейте ввиду что здесь есть кнопочка гильдия воров если вы на нее нажмете вы здесь сможете наблюдать за статистикой того как идет в общем то игра смотрите здесь есть флаги в данном случае игра запущена на двоих на нас и на одного компьютера поэтому других флагов нет если игра будет запущена больше чем на два человека то здесь появятся еще и другие флаги чем левее находится тот или иной флаг тем больше имеет преимущество какой-то игрок например если бы здесь был только красный флаг а синий флаг был бы позади это говорило бы о том что у красного игрока городов больше чем у синего потому что здесь первая строка это количество городов точно также по героям вы видите сейчас все наравне и количество городов и количество героев все совпадают чтобы информации у вас отображалась в логове воров больше вам нужно построить больше таверн то есть чем больше городов вы захватите и больше построите таверн тем больше информации здесь для вас отразится вплоть до того что вы будете видеть статы героев которые будут палиться и помимо этого будет отображаться сильнейший юнит который есть и так можно дойти до того что вы будете видеть у кого мощь армии больше кого более сильная армия у вас имеется разные карты бывают разных типов как по размеру карты они делятся так в общем-то и матри по начинке бывают бедные карты которые вообще играются даже на 200 процентов сложности и часто вы начинаете играть с одним двумя героями на старте что для этих карт вполне нормально бывают игры где вы начинаете на 160 процентов сложности и даже есть карта баланс эль которая играется на 130 процентов сложности из-за того что она с большим количеством блоков она помимо всего прочего еще и по начинке довольно бедненькая так вот на бедных шаблонах нужно очень внимательно следить за ресурсами и смотреть нужен или не нужен в какой-то момент вам тот или иной герой а на богатых шаблонах поверьте нужно покупать как можно быстрее все восемь героев и на этих восьми героях быстро делать разведку и собирать ресурсы каждый герой кучу раз успеет отбить свою покупку ну вот давайте с вами рассмотрим на примере ну примерно среднего по начинке замка давайте купим следующего героя нажимаем на кнопочку купить в таверне садимся внутрь замка и и здесь сразу же мы с вами поговорим о разгоне каждому герою начисляются очки перемещения в начале каждого хода как они начисляются компьютер пробегает по всем героям которые у вас есть и смотрит какая какой самый медленный юнит в армии есть вот допустим у нас вот такие вот юниты есть так они за ночевали мы передали ход им будет начисляться целый ряд очков перемещений смотрите что мы имеем с вами в итоге у этого героя всего лишь один юнит нажимаем правой кнопочкой по юниту и смотрим что здесь написано его скорости у него 6 скорость значит будет 6 разгон сейчас вот здесь на экране вы видите табличку в этой табличке видно сколько очков перемещений будет получать тот или иной герой в зависимости от того какой у него был разгон какая скорость а вот теперь рассмотрим этого героя у этого героя смотрите есть юнит с пятой скоростью юнит шестой скоростью и юнит с четвертой поскольку из всех трех юнитов которые здесь есть и самый медленный юнит это траглодиты именно с четвертым разгоном этот герой останется исходя из таблички понятное дело что этого героя будет меньше шагов теперь давайте посмотрим как считаются в общем то сами эти очки есть в общем то у нас движение по дорожке а есть движение по бездорожью дороги бывают трех типов это медленные дороги они такие земляные будут это средние дороги они похожи на эти дорожки только немножко по-другому устроена и быстрые дорожки чем более быстрые дорожки тем меньше очков перемещения вы тратите на каждый шаг при перемещении собственно по ним поэтому если вы хотите сыграть быстро сыграть темпово вам необходимо будет конечно же внимательно считать очки перемещения и рассчитывать а куда же вы будете добегать а куда добегать не будете успевать на вашем экране появилась табличка по которой вы можете посмотреть как рассчитываются очки перемещений для вас ее озвучу а если у вас вот такие вот быстрые дороги это дороги которые видите так отчетливо видно что на них есть камушки вы тратите на каждый шаг передвигаясь вверх вниз влево и вправо 50 очков перемещений если же дороги будут средние то есть примерно такая же дорожка но камни будут больше таким сереньким между собой отмечены то есть они не так отчетливо будут видны это средние дороги там вы будете тратить на каждый шаг 65 очков перемещений на медленных дорогах вы тратите 75 очков перемещений если же вы движетесь по диагонали то есть наискосок вверх влево вверх вправо вниз влево вниз вправо то там вы тратите на быстрых дорогах 70 очков перемещений на средних 92 это с округлением в большую сторону на медленных 106 а если вы двигаетесь по бездорожью то есть по клеточкам там где нет дороги то двигаясь на таких местностях как грязь трава лава подземелье вы будете тратить без диагоналей вверх вниз влево вправо 100 очков перемещений а с диагоналями как раз двигаясь наискосок вы будете тратить сто сорок одно очко перемещений на некоторых местностях существуют штрафы штраф он работает тогда когда вы двигаетесь по конкретной местности таская с собой не родную для этой местности армию то есть грубо говоря это работает так на таких местностях как камни снег болото и песок есть юниты которые научились двигаться быстро и на них штраф не работает это те юниты которые живут на этой местности для других юнитов эта местность абсолютно непонятно они начинают тормозить застревать на этой местности и вам приходится тратить больше очков перемещений на каждый шаг таким образом это конечно очень сильно замедляет но тем не менее давайте рассмотрим эти штрафы на камнях существует штраф 125 процентов поэтому и двигаясь вверх вниз влево вправо по прямой на камнях вы будете тратить 125 очков по снегу и песку действует штраф 150 процентов таким образом вы 150 очков будете тратить на болоте 175 процентов поэтому и 175 очков двигаясь вверх вниз влево вправо вы будете тоже тратить а вот двигаясь по диагонали тут немножечко другая ситуация на камнях вы тратите 176 очков это с округлением в большую сторону на песке и снегу 212 очков а на болоте 247 как мы с вами говорили для того чтобы не было штрафа при передвижении по болоту нужно бегать только с болотной армией если хоть один юнит будет не болотный на вас будет действовать штраф точно также по песку но в принципе для песка единственная родная армия ребят это кочевники поэтому по песку без штрафа бегать можно только с учетом заклинаний полет дверь измерений артефакту крылья ангела и пожалуй навыку поиск пути при прокачке которого вы снижаете штрафы на снегу нужно только со снежными юнитами бегать это замок башня для болота это в общем-то болотный замок ну и на камнях нужно таскать с собой орчи армии и никого более тогда для вас штраф тоже не будет работать в принципе о штрафах а перемещениях мы с вами еще далее поговорим не единожды в случае чего сейчас мы с вами можем все это дело посмотреть наглядно для того чтобы посмотреть сколько очков перемещения есть у того или иного юнита достаточно курсор мыши подвести на этого героя и посмотрите внизу над ресурсами посредине написано домокон это его имя далее пишется его класс класс у него лорды и сколько у него есть единиц перемещения первая цифра 1560 сколько очков осталось вторая цифра 1560 это сколько очков перемещения у него было в начале хода с учетом его разгона поэтому смотрите если мы зайдем внутрь города купим другого героя дадим ему разгончик сколько у него 1560 очков делаем один шаг вниз еще раз наводим смотрите у него уже 1510 очков 50 очков за быстрые дороги с него уже за этот ход сняли теперь нам нужно сделать шаг по диагонали запоминайте было 1510 стало наводим 1440 вот у нас с вами есть например маандор на которого если мы наведем мышку на его иконку видим что у него в активе 1168 очков перемещения если мы сделаем шаг по горизонтали то есть влево смотрим что стало 1068 ровно 100 забрала в обратном направлении тоже ровно 100 забрала а наискосок должно забрать 141 смотрим и у нас стало 827 то есть принципе эти очки перемещения конечно же работают одной интересной особенностью является еще и то как действует последний шаг последний шаг для героя если вам хватает хотя бы на один шаг в бок влево вправо вверх или вниз то вам разрешат даже шаг наискосок причем даже в том случае если вам наискосок не хватает вот например наискосок нам надо 141 а у нас например осталось бы меньше вот вам наглядный пример виде клансе смотрите очков перемещения у него осталось 100 и в бок он тоже может двигаться но при этом ему разрешается сделать даже шаг наискосок но только в тех случаях ребят когда это последний шаг и когда нет штрафа местности дело в том что есть одна такая интересная особенность для последнего шага всегда действует штраф местности и если штраф местности не позволит сделать этот шаг то этого шага не будет причем штраф местности действует даже если вы кастовали заклинание полет которое должно было убрать все штрафы все равно штраф по сути будет работать причем не важен даже состав армии так давайте наглядный пример вам со штрафами покажу вот сейчас мы будем двигаться по территории снежной вот снежная территория да смотрите мы подходим к ней имея своем активе 1160 очков когда вы преодолеваете шаги между одной территории и другой то перемещаясь на снег я сейчас должен двигаться все равно как по траве потому что именно с нее я делаю шаг так смотрите было 1160 стало 1060 видите никакого штрафа не было потому что я делал шаг именно с травяной территории а вот если бы я делал со снежной территории назад уже был бы штраф смотрите 1060 делаю назад 910 вот двигаемся сюда вот еще стало меньше и теперь смотрите вот такая вот дорожка это медленные дорожки она такая вот видите земляная грубо говоря вот это средняя дорожка видно что она уже не земляная но на ней отчетливо не видно камни на быстрой же дороге эти камни будет хорошо видно по болоту будем медленно плестись таким вот образом то есть сколько у нас тут 339 один шаг и уже 164 но зато вот видите да медленную дорожку сразу угадаете это несложно а вот между средней и быстрой разница то что на быстрые видны камни на средние камни отчетливо не видны давайте с вами рассмотрим варианты когда можно таскать с собой нейтральные войска но при этом даже чтобы не было у вас серьезного штрафа вот у нас к примеру есть войска для перемещения по зоне каменной то есть цитаделевской удаляем все лишнее возьмем каких-нибудь нейтралов в нашем случае это будут пускай полурослики хитрость заключается в том чтобы все нейтральные войска были левее той армии которая у вас является родной для той или иной территории теперь давайте пробежимся поближе к каменной территории а теперь смотрите у нас с вами в данный момент есть 1335 попробуем сделать шаг наискосок у нас осталось 1194 теперь давайте попробуем сделать еще раз наискосок 1053 и шаг влево 953 шаг вверх 853 то есть как вы видите штрафа у хоббита в данный момент нет таким образом вы любых нейтралов можете таскать по разным территориям давайте рассмотрим вариант при перемещении на другой местности в этот раз берем с собой болотных существ удаляем все лишнее делаем шаг вверх и смотрите в данный момент у нас 1489 делаем шаг 1389 делаем еще шаг 1289 то есть всего лишь 100 очков перемещения и нейтралы таскаются очень и очень удобно таким образом точно также вы можете делать и на снегу если будете таскать там гремленов или горгулек например а нейтралы будут находиться левее а вот давайте с вами попробуем поменять назад чтобы хоббиты были правее вот у нас с вами сейчас 1189 с нас при перемещении еще и штраф сняли вот такая вот казалось бы хитрость но эта хитрость может позволить вам очень сильно сократить время а это всегда большой большой плюс для вас для песка родными являются кочевники это вот такие вот юниты мы можем с вами и на песке с кочевниками проверить вот у нас сейчас остается мало очков перемещений в данном случае 202 делаем шаг остается 102 а вот если поменяем местами у нас 1630 1530 1430 1300 ну кстати наличие кочевников вообще убирает штраф по песку получается так а если мы возьмем сюда не нейтралов то есть кочевники позволяют нейтралом вообще всем убирать мне сейчас будет интересно увидеть будет ли штраф для случая при котором вот у нас например есть наличие 1460 1360 а если правее 1260 то есть кочевники позволяют передвигаться по песку вообще всем юнитом ребят без штрафа достаточно просто найти это внешнее жилище и вы тогда сможете перемещаться как по траве земле и другим территориям огромный огромный плюс также есть ряд интересных объектов которые появляются на песке это удвоитель маны вот у нас с вами сейчас 20 маны если мы посетим его мы удваиваем у нас уже 40 маны в два раза больше чем могло бы быть и вот этой клеточкой тоже можно удваивать ману но уже для другого героя например то есть это двухразовый объект когда с этой стороны мана уже использована она не будет больше удваиваться а с этой стороны и если никто еще не удвоил видите не посещено а здесь посещено вот там где не посещено можно еще посетить и за этим нужно внимательно следить если вы заметили что соперник удвоил себе ману запоминайте с какой стороны он ее удвоил потому что с другой стороны еще удвоитель маны может работать и может быть вы сможете со своей стороны его использовать такой маленький тактический момент но он в какой-то момент может очень сильно вам Потому что вы не только пополняете ману, но и удваиваете, вне зависимости от того, сколько у вас маны было до этого. Также есть такой вот объект пирамида, за победу в котором вам будут давать случайное заклинание пятого уровня. Вот такая вот охрана у пирамиды, которую нужно еще постараться пробить. Пробивка далеко не самая простая. Ну и понятное дело, что этой армией пробить такую охрану при всем желании не получится. Также ману, кроме удвоителя маны, который мы с вами рассмотрели, можно через магический колодец пополнять, через гильдию магов, отстроенную в городе. Но для начала, чтобы нам, перед тем, как пополнять ману, нам не мешало бы сначала ее где-то потратить. Вот давайте с вами немножко скупимся. Поедем, повоюем. Пускай это будут зомби, почему бы и нет. И смотрите, у нас 30 маны сейчас. Берем волшебную стрелочку. И поехали волшебной стрелочкой убивать эту армию. Еще разочек. Можно уже добивать. Мы с вами знаем, что у нас здесь есть где пополнить ману, поэтому мы можем ее абсолютно не экономить. Так, и смотрите, у нас осталось с вами 10 маны. Как мы ее пополняем? Заезжаем в колодец, и снова у нас все 30 маны. Давайте потратим ману еще раз. То есть, играя за магов, можно, видите, даже своей армией особо не воевать, а все делать магией. А вот воинам сильная армия, она очень сильно нужна. Поскольку с маной и с серьезной магией обычно там большие проблемы. Смотрите, у нас осталось 18 маны. Давайте перейдем на следующий ход. Заезжаем внутрь города и попробуем здесь переночевать. Смотрите, было 19 маны. Каждый ход восстанавливается одна единица маны. Что у нас по мане стало в итоге? 20, то есть на единичку увеличилось. Мана полностью не пополнена. Поэтому давайте отстроим гильдию магов. Останемся здесь переночевать. И теперь только, смотрите, стало 30. Поэтому можно автоматически пополнять ману до максимума. А максимум зависит от ваших знаний. Если знания 3, то максимум маны будет 30. То есть, добавляйте нолик в конце. Но есть еще один навык, который позволяет увеличивать количество маны еще больше. Он называется интеллект. Базовый интеллект, если вы его прокачаете вашему герою, он будет добавлять 25% к максимальному количеству маны. Экспертный продвинутый 50 и экспертный на 100% увеличит. То есть, если бы здесь экспертный интеллект был, здесь у вас максимум маны могло быть уже 60. Это тоже довольно-таки интересный момент. Еще, ребят, хотелось бы вам рассказать довольно интересный момент, который в свое время на стриме мне показали Ника Стар и Тимбукту. Они, в свою очередь, тоже у кого-то на стриме увидели. Ну и, в общем, этот интересный момент, я думаю, должен знать каждый новичок, да и не только новичок. Связан он с еще одной возможностью удваивать маны. Или как эту ману не профукать. Смотрите. Есть у нас какой-то стартовый город. И мы направляем армию с него на захват другого замка. Вот Теодор у нас набрал армии. Добрал себе очков перемещения и побежал захватывать город. Город передает по цепочке армии еще дальше. Дальше уже именно Айн начинает ехать. Но главный герой у нас, например, Теодор. Именно его мы качаем, он у нас главный. И вот она едет, она захватывает этот город, строит гильдию магов и садится внутри города. И на этом моменте я, пожалуй, сохранюсь. Потому что здесь начинается самое интересное. Делаем следующий ход. Даже не так, ребят. Даже не так. Допустим, этого героя внутри никак не было. И мы делаем здесь удвоитель маны. После того, как удвоитель маны построен, он срабатывает всего лишь один раз в неделю для того героя, который заедет внутрь. Если у нас внутрь заедет Теодор, для него срабатывает удвоение маны. Смотрим, у него вместо 30 маны стало 60. Если сейчас заедет Теодор внутрь. Где она у нас? Вот. Смотрите, видите, удвоение не срабатывает. Но это удвоение начнет работать с начала следующей недели. Также есть еще один интересный момент. Это если было построено без города. Мы с вами рассмотрели вариант, когда был построен удвоитель маны без города. Поэтому мы с вами пропускаем ход. И у нас внутри города есть два героя. Один находится внутри города, второй снаружи. Внимание, вопрос. Если мы сейчас построим удвоитель маны, у кого удвоится мана? У героя, который внутри города, или у героя снаружи? Конечно же, у героя, который внутри. Поэтому, если мы хотим, чтобы удвоение сработало для Теодора, он должен находиться внутри города. Садимся внутри города. Срабатывает удвоение маны. Смотрим. У Айен осталось точно так же 30. А у Теодора стало уже 60, а не 30. Таким образом, удвоение маны перешло Теодору. Но, ребят, даже это еще не все. Это мы с вами пока что стандартные моменты оговорили. А вот теперь остается у нас герой внутри города. Лошок, Саппорт, Таракан. Там по-разному, в общем-то, называют вспомогательных героев. И мы с вами по каким-то причинам бегаем, занимаемся своими делами и так далее. И ждем, пока пройдет неделя, чтобы можно было взять и удвоить ману. Тут как раз таки надо будет действовать очень и очень осторожно. И для этого момента надо, чтобы у вас было минимум два города. Если у вас будет один город, ничего у вас не получится. Только с двумя городами можно этот момент реализовать. Итак, наступает вторая неделя. Идет напоминание про Red Rush. Мы с вами еще раз сохраняем игру. И теперь смотрите. Если мы зайдем сразу в темницу, удвоение маны срабатывает для героя этого. И когда уже наш главный герой заедет внутрь города, никакого удвоения маны ему не будет. Как же жаль, да? Вариант другой, вы скажете. Так зачем ты сразу заходил в город? Заедь Теодором. Давайте попробуем. Смотрите. Теодор заезжает. Срабатывает удвоение маны. Для него сработало. Для героя, который находится внутри, тоже. Но мы знаем, что у этого мана была уже удвоена до этого, у Теодора, когда он находился еще снаружи на первой неделе. А у этого героя нет. Поэтому автоматически, когда вы зашли в город, все равно мана удвоилась именно для героя, который находится внутри города, а не снаружи. Точно так же, как при постройке вихря маны, срабатывают для героя внутри, а не снаружи, если героя в этих два. Точно так же, и когда вы входите каким-то героем внутрь, либо же заходите просто вот так вот сюда, внутрь города, точно так же срабатывает для героя внутри. Внимание, вопрос, можно ли пополнить ману все равно для главного героя, а не для того, который сидит внутри. Оказывается, ребят, что можно. Для этого нужно провернуть следующую небольшую махинацию. Смотрите. Дело в том, что ни в коем случае нельзя заходить в этот город-темницу. Заходите в любой другой город, который у вас есть. В любой. И здесь у вас можно листать разные города, да, между собой, нажимая на них. Так вот, перейдите на окно третьего города. Смотрите, мы переходим на окно третьего города, которым у нас является темница, и удвоение маны еще не сработало. Смотрите. У нас все еще 30 маны. То есть, если заходить через окно другого города в этот город, удвоение маны не сработает. Более того, мы, видите, выходим и наружу, и внутрь, и никакого удвоения маны нет. Выходим из города. Герой выходит. Проверяем. Мана все еще не удвоена. В этот момент главный герой заезжает внутрь города. И удвоение маны сработало бы для него, если бы у него уже она не была удвоена. Таким образом, вы можете все равно сделать удвоение маны. Самое главное, поступить именно таким образом. Или мы можем с вами даже взять какого-нибудь героя для наглядности, пригнать ту же Ризу, чтобы мана все-таки пополнилась для нее. Совсем чуть-чуть ей не хватило. Так, где у нас Риза? Вот она заходит, ей мана удваивается. То есть удвоить ману тому герою, для которого она уже удвоена, никак нельзя. Вы не сможете бесконечно себе ее удваивать и удваивать до бесконечности. Ни в коем случае. Но сберечь удвоение маны для какого-то героя, для которого она еще не удвоена, вы можете таким образом. Надеюсь, что данный момент вам тоже когда-нибудь пригодится и принесет вам победу или, по крайней мере, сделает игру более интересной и более конкурентно способной. В начале хода вы начинаете стараться разбегаться, чтобы понять, когда и куда лучше бежать главным героем. Главного героя старайтесь сразу прятать внутри города, пока все герои не отходят. Вот этот герой у нас пойдет вправо. По пути он может стараться собирать золото, чтобы, может быть, на большее количество героев хватило. Вот еще золото. И после этого захватывает лесопилку. Лесопилка и рудник это два главных ресурса, которые вам нужны будут на старте. Покупается еще один герой. В этот раз давайте некроманта. Ну и в целом через некроманта можно и поиграть. Почему нет? Давайте сменим своего главного героя. Попробуем сделать разведку теперь в другую сторону. Первый ход это в основном сбор золота и разведка. Давайте этого героя запустим сюда вниз, влево. Пока что ресурсов мы особо не видим, имеющих ввиду именно золото. А вот и золото подъехало. Забираем. Давайте еще одного героя купим. У нас есть еще одно направление, неразведанное. Вот с неплохим навыком у нас есть Катберт. Она будет нам золото приносить. Поэтому давайте ей передадим армию тоже единичку с хорошим разгонщиком шестым. Но лучшего разгона у нас нет. Святыни тоже заодно будем проверять. Вот замедление один из ключевых заклинаний, которые вам нужны на старте. И вот такие вот обзорочки на старте они очень сильно упрощают вам жизнь. Потому что после их посещения у вас сразу же засвечивается территория. И вы автоматически видите большую часть территории, что упрощает вам разведку. Отлично. Так, ну давайте как-нибудь так станем. И смотрите, казалось бы, мы с вами уже купили трех героев, но при этом золота осталось так же много. Потому что каждый герой, которого мы купили, он шел и собирал золото по пути. Из минусов, которые мы с вами сейчас видим, это, конечно же, то, что мы не дотягиваемся до города, судя по всему. Да, похоже на том. Также, ребят, каждый день в городе можно строить какую-то одну постройку. В каждом городе по одной постройке. Поэтому внимательно рассчитывайте, какие постройки на какой день вы будете строить и какие ресурсы для этого нужны, чтобы у вас не накрылся, не накрылась постройка, отстройка вашего города. Вообще, принято на первой неделе строить войска. Как можно больше юнитов их зданий вы построите, тем больше армии у вас будет к моменту начала второй недели. Вообще, принято на первой неделе строить войска, на второй неделе строить гильдию или экономику, и дальше уже в принципе просто собирать, чистить карту и так далее. Вот если вы нажмете на это здание, вы здесь увидите зеленым светятся те здания, которые вы уже можете построить, желтым это те, которые полностью построены и там ничего строиться не сможет, а красные это те здания, которые по какой-то причине вы построить не имеете возможности. Ну вот, например, нажмем на один из красных. Вихрь маны. Смотрите, на него нужно тысяча золота, тысяча золота у нас есть, но посмотрите, в раздел требуется, для него требуется построить гильдию магов первого уровня. Ну а сверху идет описание, что же делает это здание, если вы его построите. Например, если вы хотите попробовать построить драконов как можно скорее, то смотрите, что для него нужно. Построить гильдию магов второго уровня, чердак гарпий, камень глаз, часовня безмолвия, лабиринт и логово мантикоры. Таким образом, смотрите, гильдия первого, потом гильдия второго, чердак, камень, часовня, лабиринт, логово мантикор. На это у вас уйдет восемь дней, то есть на первой неделе вообще никак черных драконов не поставишь. Начнется вторая неделя, первый день второй недели вы построите логово, и только потом вы построите ваших драконов. на второй день второй недели. То есть можете забить вообще на отстройку черных драконов, даже красных, и позаботиться о чем-то другом. Ну вот в нашем случае мы можем построить например каменных глаз. Также для покупки смотрите, если вы нажимаете на юнит, вам предлагают купить одного. Здесь вы можете отрегулировать ползунком сколько именно вы хотите покупать. Слева отображается стоимость одного юнита, сколько за него нужно заплатить. Справа сколько вы заплатите за всех, которых вы себе тут выбрали. Также есть кнопочка максимум купить. Раз и сразу же максимальное количество если у вас достаточно золота. И вот смотрите, чтобы купить всех у нас уйдет 700 золота. Нажимаем кнопочку купить и вот утроглодитов у нас стало больше. Точно так же на глаз можно нажать и точно так же отрегулировать и купить. Помимо этого есть кнопочка в виде города вот здесь. Если вы нажмете на нее, то вам предложат купить всех юнитов на все то золото которое у вас есть. Можно нажать и таким образом не клацать по каждому юниту как это было раньше и не выбирать их покупки а сразу же клац сразу же всех купили и очень сильно упростили себе таким образом жизнь. после проведенной разведки вам надо будет определиться что же вам нужно куда ехать что делать ну вот например на ближайшие дни нам надо будет с вами строить чердак гарпи для этого надо будет 1000 золота она у нас уже есть поэтому на следующий ход мы можем делать все что захотим потом через ход нам надо будет строить часовню для этого 5 дерева которое у нас уже есть и 10 руды нам не хватает единичку руды то есть за 2 дня нам необходимо найти ребят руду золото у нас тоже будет потом нам надо будет строить лабиринт вот тут надо будет нам 3 самоцвета где-то найти и целых 10 руды в общем смотрите за эти 3 дня нам надо будет очень много руды найти немножечко самоцвета ведь тут конечно золото тоже надо будет на самом то деле прилично в начале каждый захваченный город приносит вам по 500 золота но если вы построите префектуру вам города будут приносить уже по 1000 в тех городах где вы эту префектуру построили где вы построите муниципалитет они будут приносить вам по 2000 а где построите капитолий там по 4000 в день капитолий может быть всего лишь один поэтому построили один капитолий дальше везде муниципалитеты и раньше многие так и играли сначала строили капитолий и только потом начинали строить армию сейчас если вы будете где-то играть на турнирах или просто с очень сильными опытными игроками игра через капитолий она не оправдывается и приводит к победе очень и очень редко поэтому если вы все-таки ставите перед собой цель побеждать у ваших соперников ну конечно же надо отказаться от этой тактики изредка может быть она и будет профитна это вы будете уже сами анализировать ситуацию и принимать решение играть не играть также есть небольшая особенность что на маленьких картах принято считать но тут надо сделать поправку на маленьких бедных картах более сильными выглядят маги потому что на маленьких картах быстро происходят встречи а за счет бедности шаблона плохо отстраиваются города получается мало армии а когда два героя с малыми армиями встречаются побеждает обычно тот у кого больше маны и более сильная армия а вот на богатых шаблонах и больших шаблонах там воины выглядят более перспективно потому что на больших картах выше шанс найти артефакт красный шарик который запрещает использование магии во время боя или плащ отречения который запрещает высокоуровневые заклинания разрешает только заклинания первого второго уровня маги от этого становятся очень слабыми и играя за магов вы очень сильно рискуете потому что вся ваша тактика и стратегия может свестись на нет а воину все равно можно будет использовать магию нельзя будет использовать магию для него самое главное чтобы было много армии если у него армии будет много то все у него хорошо будет мало армии у вас конечно же начнутся серьезные проблемы таким образом вот это вот территория по которой мы бегаем с вами сейчас она называется грязь это родная территория для некромантов и нужно иметь ввиду что родная территория для тех юнитов для которых она родная во время боя она им дает плюс один скорости то есть они якобы более быстро чувствуют себя на родных территориях что для них большой большой плюс также кликая правой кнопочки по юнитам которые стоят на карте вы будете видеть от скольки до скольки там в охране стоит этих юнитов как они называются ну и в общем-то название орда там их толпа как здесь и так далее группа и можете примерно рассчитывать свои силы первоначально вам рассчитывать свои силы будет сложновато ребят но это придет с опытом надо попроводить побольше боев потренироваться и так далее как мы с вами говорили переигрывать битву можно бесконечно в одиночной игре как раз так вы будете тренироваться также советую новичкам которые начинают играть перед каждой битвой сохраняться потому что есть битвы которые ну просто нереально выиграть в начале игры и вы атакуя каких-то юнитов будете просто нарываться таким образом и невозможно будет эту битву выиграть а так у вас будет возможность загрузиться с предыдущего дня это делается довольно легко по вот такой вот кнопочке с компьютером здесь вы можете выставить громкость музыки громкость эффектов выставить качество видео скорость прокрутки карты можно менять скорость врага это насколько быстро будут вражеские герои двигаться можно вообще выставить чтобы их даже и не видеть чтобы вас это не раздражало и ваш герой насколько быстро но я ставлю быстрее всего чтобы долго не ждать также можно выставить будет быстрая битва или нет но с учетом того что сейчас она переигрываемая быстрая битва то почему бы ее не поставить если не надо будет вы откажетесь а если вы прям хотите заморачиваться и проводить каждый бой и при этом не укорачивать время за счет быстрой битвы убирайте эту галочку так вот если вы нажмете загрузить игру да вы выбираете одиночная или многопользовательская многопользовательская это если вы с кем-то играли одиночная если сами и вот вам предлагаются сохранение которое вы можете загрузить при желании выбираете его нажимаете загрузить но этот это сохранение с паролем получается вот без пароля вот вы загрузились и карта которую вы начинали когда-то она теперь может быть продолжена вот кстати наглядный пример там да здесь есть если мы нажмем повторение карты смотрите как они быстро ходят и мы мало времени теряем пока они ходят так кнопочка повторить ход в идеале начиная со второй недельки эту кнопочку нажимать постоянно если вы играете соперниками или компьютером для того чтобы не уж ускользнула от ваших глаз какие-то действия со стороны соперника можно даже замедлить скорость врага и если соперник где-то появился или промелькнул у вас начнет двигаться карта возможно вы даже начнете видеть какого-то героя вот смотрите я замедлил и уже можно посмотреть кто где пробежал и кто что сделал вокруг и уже вы какого-то героя не пропустите будете иметь ввиду что он здесь есть и так далее также есть карта загадка если вы посещали объекты сейчас я вам покажу в виде обелисков то можно попробовать вот такие вот можно будет попробовать откопать грааль по карте то есть как только вы на карте увидите какую-то клеточку где будет нарисован крестик надо найти на карте это место и если вы нажмете там копать то в этом случае вы можете выкопать грааль который построите в том или ином городе а у разных городов разные бонусы от этого грааля ну есть конечно бонусы фиксированные которые у всех одинаковые это 5000 золота приносит на 50 процентов больше прирост в городе ваших юнитов делает то есть армия у вас больше растет ну а вот следующий бонус он у всех разный в этом городе например сопряжение он всю магию дает в других городах другие бонусы с которыми мы с вами тоже можем ознакомиться в принципе позже также есть у нас кнопочка с бонусами и смотрите когда мы будем нажимать на тот или иной квестовое здание где вам выдают какое-то задание за выполнение которого вам дают бонус вы теперь можете кликая на него сразу же находить его на карте раньше у вас такой возможности не было и просят показывают что для выполнения того или иного квеста нужно принести вот например вот этот вы не знаете где он находится нажимаете на него и по центру карты он у вас как раз таки и появляется очень удобный момент далее есть кнопочка просмотреть мир мир уменьшается и вы возможно более удобно особенно это важно для тех кого маленькие мониторы можете посмотреть ситуацию которая здесь вмещается можно увеличивать уменьшать еще уменьшать и здесь условное обозначение щитами показаны герои флагами города звездочки артефакты звездочки но с меньшим количеством углов это телепорты вот врата показаны и в общем-то шахты и ресурсы которые валяются на карте есть кнопочка вот так вот города здесь у вас отображаются все герои здесь можно пролистывать в случае чего показываются какие артефакты какие навыки у разных героев снизу показываются приросты сколько какого ресурса у вас добавляется за каждый ход так вы можете примерно у себя в голове планировать хватит ли мне каких-то ресурсов или золото на какой-то конкретный день также есть кнопочка переместить героя на случай если вот у вас куда-то уже было выбрано куда идти и вы не хотите здесь нажимать второй раз можно нажимать по герою герой сам пойдет по этому направлению также вот здесь вот нажав левую кнопочку информацию сценарий вы можете посмотреть сколько городов на карте ники игроков которые играют кто за какой город стартовал и каким героем какой бонус был стартовый здесь же показывается у вас на какой сложности вы играете в описании карты пишется название шаблона вот template воз и название шаблона здесь шаблон называется держава может быть как-нибудь там 2sm4d3 в общем название у шаблонов для случайных карт совершенно разные бывают также нажав еще опции вы можете посмотреть стоит галочка правила или нет возможно ваш соперник поставил галочку правила х в этом случае огромное количество ограничений будет в игре чего нельзя будет делать и вам лучше об этом знать чтобы не строить тактику через какие-то моменты которые уже заблокированы оппонентом также здесь вы можете увидеть стоит ли галочка перестройка гильдии магов перестраивать библиотеку или нет битва магов это галочка которая разрешает прокачиваться магом как положено а воины не прокачиваются там выше по моему 5 уровня или что-то вроде того то есть за воинов смысла не будет играть но это больше так для любителей разнообразия по сути также есть кнопочка свободный герой те герои у которых еще есть какие-то очки перемещения можно их таким образом прокликать найти и доходить до конца зеленая шкала здесь слева отображается у каждого героя это сколько очков перемещения осталось а правая шкала синяя это сколько маны есть мана это очки магические за которые вы во время боя покупаете заклинания и начинаете ими бить грубо говоря если маны недостаточно на какие-то заклинания то и заклинания вы использовать не можете если на какие-то заклинания у вас хватает маны то конечно же это очень сильно вам упрощает битву и позволяет использовать разного рода заклинания также нужно быть очень внимательными ребят при сборе ресурсов вы должны тоже тратить как можно меньше очков перемещений давайте с вами даже рассмотрим некоторые варианты вот если вы подойдете вот так и и будете брать наискосок вы потратите сто сорок один шаг вам это конечно же не надо а зато если сделаете вот таким вот образом и возьмете сбоку вы потратите всего лишь 100 что для вас конечно же более приоритетно плюс нужно брать те или иные артефакты с той стороны в которую вы едете то есть если бы мне надо было ехать вправо в этом случае я бы наверное его обошел сверху и взял либо сверху либо объехал бы вот так вот по краю и брал это тоже важный момент также нужно учитывать что если у ваших героев не прокачана разведка изначально тот или иной герой видит вокруг себя только пять клеточек влево вправо вверх вниз что позволяет и герою у которого есть разведка разведать другого героя раньше и видеть его но этот герой его видеть не будет потому что у него нет разведки и и посчитав клеточки можно все это дело понять как можно увидеть сколько клеточек достаточно либо нажать клавишу f5 либо нажать на колесико мышки появится вот такая вот менюшка эту менюшку мы рассматривали с вами в первом еще уроке в нулевом да и вот если мы нажмем на сеточку то можем посчитать смотрите 1 2 3 4 5 влево 1 2 3 4 5 вправо точно так же вниз 1 2 3 4 5 то есть в принципе разведка работает как она и должна это делать далее я думаю нам нужно рассмотреть с вами варианты разгона один из вариантов разгона это в городе то есть мы можем остаться внутри того или иного города на ночевку оставить армию внутри оставив только быстрых юнитов и после этого например мы вот сейчас у нас например сколько очков перемещения 1630 передаем смотрите стало 1700 благодаря тому что у нас не было медленной армии если мы с вами все-таки заночуем со всей армии которая у нас есть наводим 1630 видите мы с вами 70 очков перемещения выиграли это буквально один шаг за счет того что армию оставили внутри города далее смотрите на карте например вы находитесь далеко от города как вам разогнаться возьмите неважного для вас героя передайте армию ему и заночуйте без этой армии таким образом ваш главный герой когда ход будет передаваться снова получит в свой актив 1700 очков перемещения ну и есть в общем то еще и третий вариант разгона то есть вариант разгона на городе мы рассмотрели вариант разгона на героя есть и еще ребят вот давайте рассмотрим на примере здесь цитадельки смотрите можно разгоняться на шахтах вот мы с вами добегаем до шахты смотрите сейчас у нас 1560 очков перемещений забежали в город точнее в шахту нажимаем клавишу пробел для того чтобы посетить этот объект еще раз и оставляем в охране шахты всех медленных то есть смотрите у этих пятая скорость у этих четвертая а мы остаемся на шестой теперь при передаче хода нажимаем наводим снова на крэга у него 1700 очков перемещения далее снова нажали на крэга нажимаем пробел посетили повторно этот объект и забираем армию назад вот теперь проверяем сколько было бы если бы мы не разогнались наводим на крэга 1560 то есть мы с вами выиграли 140 очков перемещений это по бездорожью буквально один шаг по диагонали а если по дорожке то на самом то деле это ну больше двух шагов если по быстрым дорогам поэтому насколько вам выгодно или невыгодно разгоняться в тех или иных условиях это вы уже решаете сами также вы на экране сейчас увидите объекты которые тоже позволяют получать дополнительные очки перемещения один из них вот он конюшенка вот смотрите мы подходим с вами к конюшенке имея в своем активе 1480 очков перемещений посещаем конюшенку тратя на этот ход но при этом очков перемещений становится 1739 то есть 400 очков перемещений мы получили на этот ход и эти 400 очков перемещений будут прибавляться в течение всей недели пока не закончится эта неделя на следующей неделе надо будет посещать заново новые города которые вы находите они могут быть охраняемые юнитами с 1 по 4 уровень обычно могут быть пустые поэтому иногда даже какой-нибудь герой так называемый лошок саппорт которые у вас разведчики-собиратели даже он без армии может иногда захватить тот или иной город поэтому важно хорошо разбежаться и осмотреться что же у вас происходит вокруг также следует заметить что удалять героя можно по вот этой вот кнопочке но когда герой находится внутри города его увольнять нельзя нужно выйти из города зайти в окно того или иного героя и можно будет по этой кнопочке распустить его на четыре стороны также здесь можно почитать его записную книжечку и можно порыться в его рюкзаке также правой кнопочкой кликнув по тому или иному герою можно почитать его биографию особенно пока ходит соперник ну и вообще правая кнопочка это как раз таки описание того или иного объекта или характеристики по которой вы будете кликать если у вас в наличии есть несколько героев сразу как вот здесь и например кто-то у вас является разведчиком пусть это будет к примеру аджет бегает по карте а второй герой он сидит например на защите города и ничего толком не делает когда вы нажимаете на кнопочку вам предлагают вы действительно хотите завершить ход с учетом того что у вас еще один герой не ходил чтобы у вас это сообщение не появлялось нужно выбрать этого героя который у вас ходить не собирается и нужно нажать на палатку нажав на палатку герой автоматически будет спать и вы нажимая на кнопочку сразу же начинаете ходить заново опять можете полностью отходить свой ход нажимаете следующий ход и он автоматически начинается то есть таким образом вы просто количество появляющихся окошек всяких нажиманий галочек и так далее убираете это вас будет меньше раздражать меньше отвлекать и вы будете меньше кликов делать а значит и меньше времени терять вот у нас с вами есть например маандор на которого если мы наведем мышку на его иконку видим что у него в активе 1168 очков перемещения если мы сделаем шаг по горизонтали то есть влево смотрим что стало 1068 ровно 100 забрало в обратном направлении тоже ровно 100 забрало а наискосок должно забрать 141 смотрим и у нас стало 827 то есть в принципе эти очки перемещения конечно же работают а вот мы становимся на быструю дорожку имеем в своем активе 527 и делаем один шаг по дорожке в итоге у нас 477 ребят еще один шаг 427 еще один 377 то есть экономию вы сами видите насколько более выгодно бегать именно по дорожкам и не убегать куда-то на бездорожье так это мы еще с вами бегаем без штрафа а со штрафом там вообще беда также давайте с вами рассмотрим некоторые типы земель которые вы можете довольно редко видеть в реальной игре проклятая земля ни для кого не является родной поэтому никто не получает плюс 1 скорости помимо этого убирает в бою удачу а также мораль и дизмораль их просто не будет во время боя на этой земле насколько я помню равнина магов нейтрализуется любая магия то есть нельзя сражаясь здесь использовать магию на святой земле все добрые замки к которым относится замок оплот и башня они получают плюс 1 морали а злые инферно и темница получают минус 1 морали но зато на дьявольской земле наоборот инферно и темница получают плюс 1 морали а оплот башня и замок получают минус 1 морали на вот этой земле нейтральные армии на клеверном поле получают плюс 2 удачи к ним относятся сопряжение крепость и цитадель за сопряжение мы сейчас с вами играем дальше у нас есть еще вот такие вот прозрачные пруды сражаясь на них все заклинания водяные они будут экспертного уровня на скалистой земле все заклинания земли всегда будут экспертные на магических облаках все заклинания воздуха должны быть всегда экспертными даже если у вас и не прокачано то что вам необходимо а именно соответствующая магия стихий и вот так вот выглядят огненные поля здесь магия огня экспертного уровня даже если у вас не прокачана магия огня как навык у вашего героя также есть целый ряд объектов которые позволяют вам получить гораздо больше очков перемещений чем у вас уже есть вот если мы наведем мышкой на кто тут у нас есть цельку да у цельки имеется 2000 очков перемещений есть одноразовые объекты которые на один день выделили количество мувпоинтов больше например на 400 да флаг единства посещаем нам немножко очков перемещения добавляют плюс часть очков мы уже потратили когда шли и у нас все еще остается 1940 но на следующий день у нас будет опять же ровно 2000 и мы с вами сейчас это прям наглядно увидим подводим опять мышку видим что у нас ровно 2000 очков перемещений но есть конюшенка за посещение которой вам дают 400 очков перемещений сразу а 400 очков перемещений вы будете получать за каждый последующий день пока не закончится неделя вот смотрите добавляем у нас уже с вами 2280 поскольку два шага мы сделали сходим и смотрите на следующий день наш герой будет иметь уже гораздо больше очков перемещений смотрим начиная с этого дня наш герой получает по 2400 то есть это еще больше поэтому если где-то в выгодном месте вы видите конюшню надо через эту конюшню прогонять но чуть ли не всех своих героев для того чтобы в течение каждого дня вы могли делать как минимум на 4 шага больше а если по дороге то даже больше чем 4 шага что за 7 дней даст вам ощутимый перевес даже если по 4 шага и вы в основном по бездорожью будете бегать то считайте 4х7 28 как минимум 28 шагов а на самом деле может даже больше вы оппонента сможете довольно быстро перетемповать а вот эти вот объекты вот видите написано посещено а как сделать чтобы его посетить повторно например конюшню повторно посещать уже нельзя теперь только на следующей неделе один раз посетили и все а вот такие вот объекты и те объекты которые вы видите у себя на экране их можно посещать раз в день и они будут действовать до тех пор пока вы не проведете какой-то бой вот сейчас вы проводите один из боев неважно какой после этого смотрите флаг единства написано не посещено и вы можете снова заехать и опять получить дополнительные очки перемещения точно так же еще раз проводите какой-то бой рядом возле него и смотрите опять не посещен опять посещаем проводим еще один бой подрались смотрим опять не посещено и так мы можем в течение дня вокруг этого флага единства бегать проводить кучу боев разными героями и чувствовать себя очень даже прилично как вам такой лайфхак неплохой думаю вполне ему применение можно найти в игре есть на карте вот такие вот таблички но это в основном таблички которые делаются создателями карт на случайных картах вы таких табличек навряд где-то увидите это скорее всего будет какой-то баг нежели особенность той или иной случайной карты как таковой через такие оазисы можно проходить и повышать себе мораль и при этом добавлять очки перемещения так что это может быть выгодно вот если бы вы прошли мимо вы бы потратили больше очков перемещений поэтому если видите на карте такой оазис оазис появляются в основном на песке то сразу же можете рассчитывать свои очки перемещения таким образом чтобы их сэкономить и таким образом сможете сделать перерасчет а куда же вы все-таки сможете в итоге добежать также есть довольно интересный объект который называется внешняя таверна вам например нужно успеть добежать очень далеко но вы не успеваете вы запускаете какого-нибудь героя типа цельки да сюда покупаете нового героя и этот новый герой которому вы даже можете успеть передать армию необходимую артефакты и так далее он может в свою очередь попробовать добежать до нужного вам города в тот же день куда бы вы не успели таким образом вы экономите время и по сути ускоряетесь на целый день посмотрите какое расстояние вам удалось пробежать и это еще и не предел потому что вам буквально одного шага не хватило вот если бы вы в город не заходили то вы бы успели еще даже и этот город захватить то есть уже в этот день были бы с тремя городами так что о таких особенностях тоже желательно не забывать а так в целом внешняя таверна она работает по аналогии с внутренней вот смотрите здесь у вас терек и гурнисон если вы зайдете внутрь вашего города у вас точно так же будет терек и гурнисон все то же самое также заметьте что у вас сейчас видите мало информации в гильдии воров если вы во втором городе который вы захватили тоже построите таверну то теперь когда вы будете заходить в эту гильдию воров у вас уже информации больше например уже видно что у синего игрока больше золота потому что его флаг находится левее дерево и руды у синего тоже больше потому что его флаг находится левее чем левее тем лучше то есть более высокое место занимает в этом компоненте тот или иной игрок таким образом если вы отстроите очень много городов вы конечно же получите и довольно много информации вот давайте с вами захватим еще некоторые города этот город вообще пустой такое бывает тоже захватили тоже захватили заодно и наш герой качается и тоже захватили и давайте строить таверны и смотреть насколько у нас будет увеличиваться количество информации итак после третьей появившейся таверны вы точнее после второй начинаете уже видеть статы вашего врага после третьей у вас еще добавляется возможность видеть ртуть серу кристаллы и самоцветы мы видим что в этом компоненте синий тоже побеждает по количеству найденных обелисков пока что наравне ни мы ничего не посещали ни он не посещал переходим к следующему городу тут нам уже кстати даже и на таверну не хватает но можно будет дойти и дальше также на карте нужно подбирать разные ресурсы и захватывать шахты которые приносят ресурсы если мы изначально посмотрим с вами то смотрите прирост по золоту у нас конечно идет по 500 за каждый город у нас в данном случае 7 городов каждый по 500 и того приносит 3 500 золота в день но по ресурсам у нас вообще нет никакого прироста если мы с вами захватим лесопилочку давайте посетим конюшенку чтобы нам больше очков перемещения дали каждая конюшенка дает плюс 400 очков перемещения и в этот день и в течение недели они бонусом будут добавляться также есть флаг единства который тоже добавляет плюс 400 очков перемещения но добавок он дает еще и плюс удачи и мораль вот мы с вами например захватываем лесопилку и вот справа у нас пишется что лесопилка дает плюс 2 дерева в день если мы зайдем с вами сюда мы видим что у нас захвачена вот одна лесопилочка с нее будет идти прирост когда захватываем рудник нам тоже пишет что будет давать 2 в день но остальные шахты которые мы в принципе можем с вами завоевать они будут приносить по единице в день когда флаг серенький это говорит о том что это никому не принадлежит когда он красненький это говорит о том что он принадлежит тому игроку чей цвет на флаге изображен вот в данном случае в противостоянии красного и синего красный цвет показывает что именно красному эти шахты принадлежат как вы поняли в игре существует всего лишь 6 типов ресурсов седьмым типом является золото первые шесть это дерево ртуть руда серо кристаллы и самоцветы дерево и руда это основные два типа ресурсов а вот остальные считаются драгоценными и более редкими которые нужны для отстройки разных городов если вы заглянете внутрь города и будете нажимать на разные города вам снизу будет показываться что здесь например нужно два дерева две ртути две самоцветов 1500 золота здесь например 10 дерева 10 ртути 10 руды и 10000 золота здесь просто 2500 золота здесь 1000 золота и так на каждый вид вы можете посмотреть где и что вам будет необходимо также можно через правую кнопочку это все проверять чтобы было гораздо быстрее вот например на карте могут валяться разного рода сундуки сундуки бывают нескольких типов которые приносят на выбор золото или опыт причем бывают маленькие и большие а также в редких случаях из сундука может выпасть тот или иной артефакт вот давайте с вами проверим это большой сундук который предлагает либо 1000 опыта для вашего героя чтобы вы могли побыстрее докачаться либо же 1500 золота при этом проверять сколько опыта вашего героя можно просто кликнув на иконку с вашим героем если он уже активирован если не активирован то нужно дважды и посмотреть вот в разделе опыт правой кнопочкой вам будет написано вот текущий опыт 71 и герой у вас первого уровня до следующего опыта надо добрать 1000 вот как только 1000 опыта вы наберете у вас уже станет все лучше и вот смотрите из сундука выпадает неподвижный глаз дракона который добавляет плюс 1 атаки плюс 1 защиты смотрим дальше этот сундучок меньше здесь дают всего лишь 1000 золота или 500 опыта здесь тоже большой видите 1500 и 1000 это опять маленький и таким вот образом можно что-то выбирать помимо этого вам на пути могут попадаться костры костре дают случайные вот такие вот ресурсы например 600 золота и 6 труды здесь тоже 600 золота и 6 труды здесь 600 золота и 6 самоцветов 400 золота и 4 самоцвета и так далее 500 золота и 5 самоцветов 400 золота и 4 кристалла то есть как вы поняли золото в основном выпадает от 400 до 600 частенько но при этом выпадает от 4 до 6 еще и какого-то вида ресурсов что интересно также будут валяться просто обычные типы кучки так называемые золото и ресурсов вот например руда у нас 6 было в этой кучке в этой 5 здесь у нас дальше идет сера 3 3 вот 1000 золота 1000 золота вы зная от скольки до скольки ресурсов может выпадать можете для себя в какой-то момент выбирать что для вас лучше подобрать там какую-нибудь водяную мельницу или кучку золота да вот здесь 500 золота видите золото может быть 500 может быть 1000 ресурсов вот 4 5 5 3 7 6 4 3 5 4 то есть опять же от 3 до 6 примерно драгоценных ресурсов и даже до 7 доходят ресурсов в виде дерева руды и так далее но это если мы говорим о тех ресурсах которые валяются на карте помимо них еще есть объекты которые дают периодически вам те или иные ресурсы по поводу объектов которые периодически дают ресурсы мы можем с вами рассмотреть вот такой вот мистический сад он дает либо золото либо самоцветы но один раз в неделю наступает следующая неделя внутри него случайным образом все обновляется вот смотрите 500 золота 5 самоцветов 5 самоцветов 5 самоцветов 5 самоцветов либо 5 самоцветов либо 500 золота дает также есть обычная мельница которая тоже раз в неделю может принести какой-то ресурс случайный вот например 4 ртути здесь дали 5 ртути но не обязательно здесь будет ртуть а водяная мельница она дает только золото причем довольно таки небольшое количество вот смотрите 500 золота 500 золота всего лишь по 500 золота приносят но и этого 500 золота в какой-то момент вам может очень сильно не хватать также сами объекты с их описаниями вы можете посмотреть на экране от скольки до скольки и чего они могут приносить в нужный момент также ребята на карте бывают заброшенные шахты за которые еще нужно суметь повоевать давайте гильдию магов отстроим и поедем повоюем за эти шахты заодно немножечко с вами подкачаем главную героиню вот сила магии у нее подросла вот вы видите перед собой два типа этих шахт везде до 250 троглодитов они делятся на большое количество и попробуем их сейчас разобрать потихонечку они еще и моралятся вдобавок ко всему периодически спешить в этом плане не будем дадим им сначала отходить потом на улете будем пытаться их как-то добивать сначала будем разбирать нижних ай-яй-яй вырезают всех феечек нам самое главное посмотреть что там будет ай-яй-яй какая боль так ну в принципе понятно что мы уже выигрываем и смотрите после этого нам показало что это все-таки шахта серы и таким образом она будет приносить серу если здесь мы повоюем например это может оказаться золотая шахта которая будет приносить золото но на случайных картах вы таких шахт конечно не увидите они в основном на фиксированных заранее созданных игроками картах а так в основном вот те шахты которые вы видите вверху именно они начинают появляться к этому моменту мы с вами рассмотрели еще в принципе не все объекты которые могут вам помочь в достижении хорошей экономики и где можно получать ресурсы на карте еще одним таким объектом является гильдия наемных рабочих здесь вы можете менять ваших существ на ресурсы нажимаете нужное существо и сразу же вам показывается курс за дерево и руду 1 к 7 за драгоценные ресурсы 1 к 14 ну а каждого юнита можно продать за 35 ящеры более дорогие 1 к 3 руда к примеру вот можно обменять здесь тоже можно обменять на нужное количество ну и опять же это в основном на картах которые создают люди на случайных картах я что-то не припомню чтобы они где-то были скорее всего генератор их все-таки не расставляет ну либо же просто я не обращал внимания если вы играете карту с водой то перемещаясь по воде можно собирать разного рода обломки океанские бутыли и так далее и добывать ресурсы таким образом обломки здесь ничего не найдено подбираем бутыль там просто было сообщение подбираем еще раз обломки здесь уже 5 дерева дали также вот морской сундук давайте подойдем подберем ничего не находим второй сундук дают 1500 золота также посещаем с вами буй который дает нам дополнительную удачу птицу познания дают в плавающем человеке в бутыле снова нам дают сообщение и в потерпевшем кораблекрушение в обоих нам в принципе дали артефакты низкоуровневые далее за посещение русалок нам дают дополнительную удачу и сирены запевают жалобные песни а ваша маленькая армия пересиливает непреодолимое желание броситься в море поскольку у нас всего лишь одна единичка мы с вами особо никого не потеряли за их посещение так вообще надо быть аккуратными также на карте помимо внутренней таверны внешней таверны героев можно находить в виде тюрем есть тюрьмы вообще не охраняемые или охраняемые слабой охраной там появляются герои первого уровня вот герой первого уровня они точно так же от 1 до 3 стеков каких-то войск своих родных приносят клевер удачи имеется если освободить из одной из тюрем еще одного героя там может оказаться вот герой например 5 уровня прокачан он конечно случайным образом ну в данном случае он даже неплохо прокачан тоже приходит с армией так что пополнять запасы героев можно и таким образом бесплатно просто воюя на карте и находя такие объекты также при перемещении вы будете очень часто видеть порталы вот это двунаправленные порталы на которые если вы становитесь через пробел можете перемещаться в одну и другую сторону они бывают разных типов как видите по цвету входя в портал одного цвета вы и будете выходить именно в портале этого же цвета но есть и другого типа тоже двухсторонние монолиты или двухсторонние порталы которые тоже видите позволяют выходить точно в таком же портале который есть на карте но есть и более сложные варианты так называемые односторонние порталы односторонние порталы выглядят именно таким вот образом опять же они делятся на два типа на маленькие и большие но у них есть своя особенность зайдя в них вы не можете из них выйти вот если я нажимаю пробел мне пишет что что-то сломалось отсюда я никак не уйду теперь из этой местности и это на самом-то деле большая проблема очень большая поэтому односторонники они целый ряд проблем дают это тоже видите это все монолиты выхода большая проблема есть кстати определенные моменты как работать с односторонними порталами там есть свои ухищрения дело в том что у одного и того же монолита входа как вот здесь монолитов выхода может быть несколько и в каком именно вы выйдете вы никогда не знаете это рандом случайное событие вот эти особенности давайте мы с вами сейчас и рассмотрим сейчас удобно вообще через пробел вот так вот повторно посещать тот же объект не сходя с него было время ребят когда приходилось это делать вот так сходить с объекта и заново входить если вы что-то сделали поэтому hdmod в этом плане очень сильно облегчил жизнь давайте зайдем в монолит входа и вот мы вышли для того чтобы мы не имели возможность выйти в этом портале в этом выходе нам нужно каким-то героем заблокировать этот выход вот сейчас йог он блокирует выход поэтому здесь выйти будет нельзя и если мы купим второго героя и зайдем в тот же монолит входа мы автоматически с вами не сможем выйти в том же месте смотрите мы вышли в другом точно такой же по цвету монолит выхода как и у йога по сути но из-за того что мы заблокировали там выйти нельзя вот когда мы сошли с него вэем присутствует вероятность что у вэем мы как раз выйдем в том же портале хотя есть и третий можем выйти в третьем вот нам повезло мы вышли в этом но на самом то деле если мы разблокируем то можем выйти и здесь следующим героем и здесь поэтому представляете для того чтобы выйти в нужном месте вам придется каких-то героев вместо того чтобы в цепочках держать использовать их для того чтобы блокировать выходы в нужный момент и выходить в нужных конкретных зонах это огромное неудобство но возможно вам придется с ними играть особенно на excel с подземельем карта там где много зон и приходится сделать много проходов подземных врат и так далее вот как раз о подземных вратах мы с вами сейчас еще поговорим дело в том что карта бывает не только наземная но и подземная и зайти в подземелье можно через вот такие вот врата подземного мира они позволяют как зайти в подземелье так из него и выйти обычно эти подземные врата конечно еще и охраняемые здесь своя обзорочка выглядит вот таким вот образом которая засвечивает подземелье да как таковое и точно так же через него можно выходить наверх при желании также есть вот такие вот объекты которые называются картограф которые за деньги могут вам открыть карту ну только надо будет сейчас загрузиться отключив правила портала hero's world потому что они блокируют использование картографов как таковых есть еще один объект который игроки сами не очень любят но он присутствует если его не банить намеренно чтобы он не появлялся на карте вот с плагином heavy rules либо с hd модом можно все это дело блокировать вот если вы подъезжаете до такого прохода вам пишет меня никто не предупреждал о вашем прибытии говорит страж границы вы не можете пройти дальше возможно сперва вам стоит посетить палатку ключника то есть пройти через такие врата не получится поэтому берем айслин находим вот такого еще вида может быть проход кстати вот это пограничные ворота красные они бывают разных цветов и вот тоже красный страж границы который может в узких проходах тоже стоять на каких-то картах и не давать вам пройти так вот чтобы пройти в такие или в такие врата нужно во-первых запомнить цвет в данном случае красный и посетить вот такую вот палатку цвет палатки должен совпадать с теми флажками которые висят на вратах посещаете у вас справа появляется сообщение у вас справа появляется сообщение вида того что вас будут дальше пропускать что он уже передал сообщение и теперь когда вы будете посещать вам будут спрашивать вы желаете пройти да точно так же и здесь вы автоматически сразу начинаете выходить и тот же танк тоже сможет начиная с этого момента проходить через эти ворота как будто их и нет видите герои просто прекращают их видеть и могут спокойно через них путешествовать и в одну и в другую сторону как говорится повторение мать учения когда вы начинаете какую-то карту вот здесь вот галочку с правил портала hero's world снимайте если не хотите чтобы какие-то ограничения на вас накладывались типа нельзя улучшать феек нельзя улучшать психических элементарий нельзя улучшать огненных птиц до фениксов также у вас не получится строить усилитель некромантии не получится улучшать вампиров ну и это далеко не все ограничения поэтому трижды подумайте хотите ли вы играть с этими ограничениями так вот давайте посетим наземный сначала картограф за тысячу золота что очень дешево вы берете и открываете всю карту ну вода она не открывается для воды есть отдельные водные картографы о которых мы с вами чуть далее поговорим а вот все надземное королевство открытое вы видите где что находится это очень читерный момент вы все перемещения соперника видите и он не сможет вас чем-то удивить вы видите чем он занимается что он пробивает где его города куда он направляется какая его армия и многое многое другое соперник же бегает вслепую и многого о вас не знает давайте теперь зайдем в подземелье для подземелья есть конечно же свои картографы подземный картограф выглядит таким вот образом и точно так же за тысячу золотых вы открываете все подземелье по крайней мере то по которому вы можете ходить дальше там в принципе пустота по которой нельзя ходить поэтому она и не открывается но по крайней мере вы все подземелье таким образом взяли да и засветили вообще принято не играть карты связанные с водой но если вы будете играть фановые игры то возможно все таки с водой играть вам придется в этом случае вам нужно будет найти где-то на окраине вот такой вот объект который называется верфь зайдя в который за тысячу золота и десять дерева если у вас есть столько ресурсов можно построить себе корабль возможно конечно какой-то корабль уже будет стоять возле берега и вы сможете в него сесть и при перемещении по воде есть тоже свои особенности дело в том что когда вы любым героем независимо от того сколько у него есть очков перемещения садитесь в лодку у него тратится сразу все очки перемещения то есть кроме как сесть в лодку он за один день ничего больше не может сделать видите он дальше перемещаться в лодке не может можно кстати и бои в лодках проводить но по боям я думаю у нас с вами будет отдельный видео урок спешить в этом плане ни в коем случае не будем сейчас мы с вами рассмотрим водный картограф точно так же за тысячу золота мы с вами открываем абсолютно все водное пространство если где-то есть какие-то острова объекты мы это с вами все сразу же увидим поэтому для себя можете запомнить три вида картографов наземный подземный и водяной но все они дешевые и чтобы купить карту у них достаточно просто тысячу золота потратить и карта будет открыта ну точнее та ее часть за которую отвечает картограф она будет открыта уже до конца игры ее местами может прикрыть соперник если там например будет строить тучи которые будут закрывать вокруг города карту но об этом мы будем говорить дальше когда перейдем непосредственно к разным расам к разным городам есть и еще объекты которые позволяют вам заняться разведкой на карте вот возьмем к примеру Андру посещая глаз видите особо ничего не меняется но есть вот такая вот хижина мага которая как раз управляет такими глазами и когда вы посещаете ее все места на которых есть глаза они подсвечиваются и таким образом хижина открывает вам эти места и засвечивает причем довольно таки много если мы с вами посмотрим какой радиус у этого просмотра 3 6 9 10 10 клеток вокруг мы с вами полностью засвечиваем это довольно таки интересно но опять же эти объекты в основном встречаются на картах созданных человеком а не случайных картах поэтому навряд это вам где-то пригодится в каких-то онлайн турнирах хотя если будет онлайн турнир на фиксированных картах созданных заранее это вполне может стать определенной помощью для вас помимо этого есть и немножко иные моменты так гервульф должен найти башню вот если вы захватываете вот вердиш например захватывает город башня заходит внутрь и часто когда захватывают эту башенку ну есть в принципе три варианта когда вы новый город захватываете это либо не делаете там ничего либо строите там таверну покупаете новых героев которые разбегаются в разные стороны делая разведку либо строите гильдию магов для пополнения маны и остановиться в этом городе сесть пополнить ману есть вариант конечно еще с цитаделькой если соперник собирается на вас нападать но есть еще один вариант если вы захватили башню то можно построить смотровую башню и вы засветите огромнейший радиус вокруг башни этот радиус 20 клеток во все стороны ребята 20 вдумайтесь считаю раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать и так во все стороны влево вправо вверх вниз и так далее ни один не два не три не четыре не пять даже героев не способны провести такой разведки поэтому построив это здание смотровую башню вы тратите всего лишь тысячу золота а на каждого героя вы тратите 2 500 золота вы очень сильно экономить и и время и деньги так что захватывая башню ребят не стесняемся строим и сразу же смотрим стоит ли вам в этой зоне оставаться возможно нет смысла если есть смысл то вы сразу же понимаете где самые важные объекты находятся на которые стоит обратить внимание возможно засветить и даже героев компьютера или героев вашего соперника в любом случае разведка это один из важнейших компонентов которые только есть в игре и игнорировать его но никак нельзя немаловажно при отстройке замка как-то объекты между собой распределить давайте о них как раз таки и поговорим посмотрите первый слот во всех городах это те три объекта или четыре которые приносят вам золото это ратуша в данном случае она уже построена она приносит 500 золота это префектура которая приносит тысячу золота после нее можно строить муниципалитет который приносит 2000 и потом капитолий который приносит 4000 в день цитадель и вообще вторые объекты она увеличивает на 50 процентов прирост юнитов в неделю то есть их становится на 50 процентов больше после нее можно строить замок который еще на 50 процентов больше то есть от первоначального прироста можно получить двойной прирост в итоге таверна это понятно кузница она в разных городах позволяет покупать разные боевые машины это может быть повозка с боеприпасами которая позволяет увеличить количество выстрелов у ваших стрелков то может быть палатка которая позволяет лечить ваших юнитов во время боя восстанавливая им разное количество здоровья и это баллиста которая позволяет получить отдельный стрелковый стек с неплохим запасом здоровья который стреляет один раз но прокачивая специальный навык вы можете взять баллисту под контроль она будет стрелять более сильно и при этом вы ею сможете управлять а иногда у нее могут даже быть двойные выстрелы тут свои особенности дальше идет рынок на котором можно торговать ресурсами гильдия магов здесь можно отстраивать до 5 уровня но далеко не во всех городах в некоторых городах максимум до 3 можно отстраивать в некоторых до 4 но в большинстве до 5 уровня достраивается гильдия магов и на каждом уровне определенные типы заклинаний могут появляться дальше обычно идут два специфических объекта для той или иной расы они везде разные здесь тоже в принципе обычно объекты на увеличение прироста каких-то юнитов и тоже специфические и только два две последних строчки скажем так объекта в они отвечают за постройку юнитов сначала идут юниты первого уровня второго третьего четвертого пятого шестого и седьмого по 7 типов существ можно получать в каждом замке но каждый из этих семи существ есть в двух эпостасях первое это когда юнит просто построен и не улучшен и вторая его особенность это когда он уже улучшается при этом повышая свою боевую мощь по разным характеристикам и иногда приобретая даже какие-то особые умения которых до этого у него не было вот о рынках мы с вами сейчас хотим и поговорить давайте построим первый рынок и посмотрите если у вас есть всего лишь один город и один рынок то вы выбираете слева что вы хотите менять а справа на что например хотим менять дерево на золото и смотрите единица дерево стоит 25 золота единица руды точно также 25 а вот дорогостоящие ресурсы стоят в два раза дороже по 50 для вас это может казаться типа дорого выгодно все дела но не спешите ребят потому что например дерево менять на дерево нельзя да но на руду например это в два раза дороже например это уже не очень хорошо также кстати вот запомните курсы которые здесь были сейчас мы с вами попробуем эти курсы изменить есть еще вот такая кнопочка отдать ресурсы другому игроку в данном случае есть только синий игрок но может быть их гораздо больше до 8 игроков на карте это и компьютер это и обычные игроки вы можете даже в союзе с кем-то играть поэтому вы можете выбрать какой-то ресурс нажать на игрока и передать ему этот ресурс вот так вот таким образом я единицу руды сейчас переслал нашему сопернику за что он нам должен быть очень сильно благодарен я думаю а сейчас давайте поедем с вами и попробуем захватить еще один город и смотрите при захвате второго города если вы построите второй рынок то курсы станут еще более выгодными в данном случае смотрите руда у нас стоила 5 до 50 25 точнее теперь она стоит 37 а не 25 то есть уже стало гораздо выгоднее нам с вами если мы построим еще в других городах тоже рынке и городов станет больше нам станет еще выгоднее все это дело проводить но также есть на карте внешний рынок который считается довольно таки имбовым объектом вот он подписан может быть как базар посещая его вы с очень хорошим курсом можете выменивать ресурсы например руда здесь стоит 75 дерево тоже ртуть 150 они 50 то есть в три раза по сути лучше чем один рынок но вы можете иметь столько городов и столько рынков что у вас курс будет даже еще выгоднее чем на первоначальном базаре поэтому базар он на первых конечно нескольких неделях 2-3 бывает выгоден потом если вы настроите кучу рынков про него можно даже и забыть иногда бывает что даже игроки играя с внешним рынком всегда оставляют там одного героя который постоянно им выменивает какие-то ресурсы золото между собой чтобы не проседать по отстройке города с одной стороны ты убираешь героя из цепочек и меньше успеваешь на карты но с другой стороны ты очень сильно упрощаешь себе жизнь в плане экономики и в плане нахождения каких-то ресурсов потому что ты можешь на карте в какой-то момент не найти нужные ресурсы у тебя уже отстройка пойдет под откос а так ты снижаешь этот шанс очень сильно оставаясь на этом самом внешнем рынке помимо этого на карте есть еще один объект который как никак но связан с торговлей этот объект это вот такой вот черный рынок на нем можно покупать за ресурсы либо за золото разного рода артефакты но они очень дорогие но иногда эти артефакты могут стать вам очень полезными особенно если вы хотите собирать какие-то сборные артефакты о которых мы с вами поговорим в другой раз либо же если вам какого-то артефакта не хватает там особенно на маленьких картах дополнительные плюс 2 к силе магии могут очень сильно решать вашу сторону или дополнительные там знанием там кольцо здоровья для нежити очень хорошо заходит в общем не единожды такие рынки спасали тех или иных игроков от поражения даже также на карте могут появляться внешние жилища их называют нычками в которых можно покупать разного рода юнитов и помимо них есть вот такие вот лагеря беженцев в лагере беженцев каждую неделю случайный прирост юнитов вам дают в данном случае здесь пришли мантикоры например да с первого по седьмой уровень там разные могут юниты появляться также вот сейчас давайте с вами здесь посетим смотрите это внешнее жилище второго уровня она покупается за деньги можно купить сколько вам нужно это внешнее жилище третьего уровня тоже покупается за деньги а внешнее жилище первого уровня они бесплатно собираются ребят и с 1 по 4 юниты они не то что бесплатно собираются и экономят вам ваше золото они помимо этого еще и не охраняются внешние жилища с первого по четвертый уровень вы можете бегать и не пробивать внутри более высокоуровневые внешние жилища ребят придется пробивать сколько юнитов стоит в охране тех или иных внешних жилищ мы с вами сейчас и рассмотрим вот смотрите есть внешние жилища пятого шестого седьмого уровня в данном случае у оплота а также есть внешние жилища сопряжение по сопряжению это вообще отдельный разговор поэтому мы с вами его тоже будем здесь рассматривать давайте сразу же побольше героев накупим прибежим в гости перед тем как начнем эти внешние жилища проверять так вот смотрите давайте проверим сколько в охране находится при пробивке юнитов пятого уровня запомните запомните юнитов пятого уровня надо пробить в охране девять это относится ко всем городам за исключением сопряжения вот запомните пока вы девятерых не убьете вы не сможете это внешнее жилище выкупать причем пробивать их надо только один раз один раз пробили все больше их пробивать уже не придется по крайней мере вам вашим соперникам придется или если у вас это внешнее жилище заберут а потом вы попытаетесь его вернуть назад вам опять его придется пробивать это тоже одна из особенностей игры юнитов шестого уровня нужно пробивать шесть сейчас вы это увидите вот их шесть что тоже не так уж и просто а юнитов седьмого уровня в охране всегда три что сейчас вы тоже увидите вот три дракона пожалуйста а вот теперь давайте рассмотрим отдельный вариант с замком сопряжения вот смотрите юнитов пятого уровня должно быть девять как у всех да но у них прироста больше в замке чем обычно поэтому их здесь ребят вместо девяти двенадцать то есть получается что на треть больше да примерно теперь давайте смотреть дальше юнитов шестого уровня должно быть шесть да смотрите сколько их будет шесть в этом случае все совпало как должно быть шесть так и есть то есть запомнили да во внешнем жилище земляных элементарий их вместо девяти двенадцать но психических элементарий в принципе совпадает вам нужно пробивать точно так же шесть теперь смотрим на юнитов последнего уровня седьмого огненные птицы которых должно быть три но нет же их шесть но нет же их шесть их даже не на треть больше а в два раза ребята поэтому придется тоже попотеть и если многие внешние жилища седьмого уровня за разные замки берутся на первой неделе то говоря о игре за сопряжение нычка фениксов берется на первой неделе далеко не всегда ребят это не такое уж и простое взятие но помимо таких внешних жилищ вы можете сталкиваться и с внешними жилищами восьмого уровня это юниты которых нет в городе но которые могут появляться на карте вот например внешние жилища лазурных драконов давайте посмотрим сколько их будет во внешнем жилище три то есть как юнитов седьмого уровня так же и юнитов восьмого уровня появляется в таком же количестве сказочные драконы смотрим тоже три и здесь тоже смотрим с вами сколько кристальных и кристальных тоже три то есть во внешних жилищах этого уровня вы будете получать по одному дракону но при этом пробивать придется все равно в три раза больше по три и охрана такая же как во внешних жилищах седьмого уровня еще одна вещь где вы можете смотреть приросты это ваши форты вот например пишется доступно 32 это сколько вы можете купить да с учетом недель сколько у вас уже накопилось дальше вот внизу можно читать прирост вот каждую неделю прирастает 16 если вы например построите цитадель которая на 50 процентов делает прироста больше то теперь смотрите прирост стал вместо 16 уже 24 здесь там где прирост вообще не указан это значит что вы этих существ в своем городе еще даже не построили и если доступных нет то вы их не купите можно покупать и отсюда нажимая просто на них будет видна та или иная покупка еще один интересный момент вот здесь вот снизу где вы смотрите да вы можете правой кнопочкой нажимать вот видите например написано еженедельный прирост копейщика 14 здесь еженедельный прирост стрелков 9 отстраивайте вы цитадельку и уже прирост становится больше правой кнопочкой еженедельный прирост стрелков 13 и из них смотрите базовый прирост 9 и за цитадель прибавляется еще 4 это очень интересный момент но и это еще не все смотрите у ангелов базовый прирост 1 за отстроенный замок добавляется еще 1 у нас здесь замок уже построен в принципе построено практически все да и за колос ну то есть за отстроенный грааль еще один добавляется грубо говоря но смотрите внешние жилища если вы их будете захватывать они тоже добавляют прирост мало того что вы из внешнего жилища каждую неделю будете доставать определенный прирост в данном случае одного ангела да раз выкупили но заходя в город и кликая по юниту внешнее жилище которого у вас уже есть вы увидите что теперь еще и плюс 1 здесь добавилось за внешнее жилище то есть каждую неделю теперь будет здесь не 3 ангела а целых 4 представляете 4 здесь ангела и внешнее жилище это еще один это уже 5 то есть если бы у вас здесь был еще одно внешнее жилище ангелов смотрите здесь одно внешнее жилище дает одного ангела второе внешнее жилище дает второго ангела и здесь в городе прирост бы был уже не 4 ангела а 5 то есть получается уже 5 ангелов здесь 2 ангела там это уже 7 то есть представляете в какой это прогрессии все начинает Быстрее расти Плохо, конечно, что внешнее жилище Дает всего лишь прирост внутри вашего города На плюс один Но, допустим, у вас родных городов Может быть не один, а несколько, как в данном случае И на юнитов седьмого уровня Это очень топово На шестого уровня юнитов Это довольно-таки топово На низкоуровневые существа Но там, да, я, пожалуй, соглашусь Что, в принципе, не так и много полезностей Вы будете за это получать Там плюс один копейщик, например Внутри города в приросте Ну, что это вам даст? Ровным счетом ничего А теперь рассмотрим Как же переходят из рук в руки Разные Внешние жилища Ну, начиная с пятого По седьмой уровень Вот для того, чтобы внешнее жилище Стало под ваш контроль Вам, конечно же, нужно это внешнее жилище Сначала пробить Что мы, в принципе, с вами сейчас и будем делать Давайте посмотрим, как это делается Начинается битва Вы врезаетесь И все Внешнее жилище взято После чего вы можете Либо купить себе ангела Либо оставить его здесь Ну, в данном случае, например, купить И вы уезжаете, к примеру, да? После чего будет ходить синий игрок И когда он приедет Увидит внешнее жилище, которое уже захвачено Он не сможет просто заехать внутрь И выкупить то, что там есть внутри Отжать себе внешнее жилище Просто посетив здание можно Только если там выкуплен прирост Мы можем это проверить с вами еще раз Посещаем Точно так же Внешнее жилище перешло В нашу пользу Если же пропустить много дней Чтобы там появился уже новый прирост Ну, вот смотрите Начинается вторая неделька Вы пытаетесь это внешнее жилище забрать Но из-за того, что там прирост уже появился Теперь вам придется снова сражаться Поэтому пока вы не пробьете ту же самую охрану Вы не сможете забрать себе все назад То есть с внешними жилищами Последних уровней такая ситуация Если там нет прироста Вы заберете сразу Если там есть прирост То в этом случае Вам придется пробивать охрану Поэтому некоторые даже специально Оставляют какой-то прирост Чтобы сопернику приходилось Еще раз сражаться И есть даже Такая небольшая уловка На седьмой день Забрать внешнее жилище себе По-быстренькому, да? Даже если соперник Это внешнее жилище выкупил Чтобы на следующей неделе Если соперник захочет выкупать Это внешнее жилище Ему опять приходилось Пробивать охрану Этого внешнего жилища А для того, чтобы отжать Внешнее жилище без охраны Вам достаточно даже Какого-нибудь героя Ложка вспомогательного Который заедет с любой Там с одной феечкой Например, отжал Быстренько и текать Так что это может вам тоже Очень сильно в какой-то момент пригодиться Если видео понравилось Не забываем Ставить палец вверх Пишите побольше Комментария По поводу того На какие темы вы хотите Видео обучение Увидеть Чего может быть В этом видео не хватало Не забываем Подписываться на канал И на группу ВКонтакте И следить за Анонсами Следующих стримов А также видео У меня на этом все С вами был Армак Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok